В июне 1938 года по приговору Тройки НКВД в тюрьме города Благовещенска был расстрелян первый староскольский епископ Ануфрий Голюк. На архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году он был прославлен в леке святых вместе с другими новомучениками и исповедниками Церкви Христовой. Но о том, как чтят память владыки Ануфрия на Белгородчине, репортаж из Старого Оскола. Центральной исторической части Старого Оскола не осталось ни одной православной церкви. Люди, как в храм, идут к месту, связанному с пребыванием здесь священномученика Ануфрия. Судьба первого епископа Староскольского, как и приходов, в которых он служил, решалась в годы безбожия и репрессий. Служба шла, подъехали два милиционера на линейке, на лошадь, теперь это машина, а тогда лошадь, линейка. Подъехали, милиционер зашел в храм, вывел его. Что там было, передать невозможно. Какой крик был, как люди кричали. Он вышел, потом повернулся ко всем людям и говорит, «Староскольцы, где бы я ни был, в каком бы я положении ни был, я вас никогда не забуду». Посадили его и повезли. Не первый арест для выпускника Санкт-Петербургской духовной академии. В 1933 году Владыка Ануфрия отметил на Староскольской кафедре 10 лет своего архиерейского служения, половину из которых провел в тюрьмах и ссылках. Если будет угодно Господу, приму скорби за слово истины, писал он в прощальных письмах к родным. Поэтому, когда его забирали из Богоявленского собора на очередной допрос, обещал молиться за всех. Неизвестный автор фотографий, хранящийся в семье буховских крестьян, не подозревал, что одним из последних увековечит образ святого. Она была у мамы. Когда мамы не стало, я забрала себе. Она лежала там, где вот книжечки святые, с книжками святыми, она всегда там лежала. Но икон еще не было, и мы вот накладывали. И она сказала, это тот Ануфрий, которого сейчас прославляют. Из протоколов допросов НКВД мы знаем, что он не отрекся от своих прихожан, от православной веры и от Бога. Святитель Ануфрий своим глубоким, мудрым словом поддерживал, вразумлял, наставлял, ободрял сам, будучи в страданиях, ободрял тех, кто ему сострадал. Поистине, это глыба духовная. Когда читаешь его проповеди, поражаешься в глубине его веры, любви его к Богу, ко Христу, и надежды на то, что бурь, которые отступили русскую землю со всех сторон, они пройдут. Только за три месяца пребывания епископа Ануфрия на кафедре Старооскольской епархии количество православных приходов увеличилось в восемь раз. Несколько лет назад появилась традиция объезжать Старый Оскол с иконой святителя, небесного покровителя города. Если смотреть его житие, он боролся с ересями-расколами. Поэтому и в настоящее время у нас очень много ересей, расколов различных сект. Поэтому его служение актуальное сейчас. В памяти святом владыке, доброте, справедливости и духовной прозорливости белгородцы хранят и передают последующим поколениям. Николай Черных, Дмитрий Зиновьев. Специально для телеканала «Союз» из Старого Оскола.